Она родилась в станице Лобинска в апреле 1926 года. На долю Раисы Тихоновны Глуховской пришлись годы Великой Отечественной войны. С 1943 она служила медсестрой в Лобинском госпитале. Женщины, участвовавшие в защите Родины от фашизма, заслуживают особого внимания. Игорь Чигаев поздравил ветерана с Международным женским днём. Я только второй день своей должности и такой накануне хороший праздник. И первая женщина, которую я лично поздравляю, замечательная, это именно вы. Поэтому для меня это вдвойне трогательно, что в своей должности, в этот первый такой праздник, я поздравляю вас впервые. Поэтому я хочу пожелать здоровья, поблагодарить вас за весь труд, за подвиги, за то, что вы дали нам возможность жить, развиваться, семьи создавать, двигаться вперёд. Не было бы того подвига, не было бы вашего характера, духа русского, не было бы ничего. Поэтому дай Бог вам здоровья и спасибо вам огромное, искренне, от чистого сердца. Детки, детки, спасибо. Я так рада, что вы все пришли. Я очень рада. Цветы и подарки, слова благодарности и пожелания здоровья. Алексей Матыченко поздравил Рессу Тихоновну от городской администрации. Мы вам вручаем приветственный адрес на память с этим днём. Спасибо. Огромное вам спасибо за ваш вклад, за то, что сегодня город развивается, и мы живём, имеем эту возможность. Вам здоровья, всего самого хорошего. Всего войну. Всем спасибо за ваше внимание, что вы всё-таки не бросаетесь на руку. А чтобы праздник запомнился, музыкальный подарок – песня для настроения. В мирные годы Ресса Тихоновна более 20 лет проработала в торговле. Военные годы научили её стойкости и милосердию. Участник и ветеран Великой Отечественной вспоминает, как, спасая жизни, сама получила ранение. Я в 1942 году призывалась, и нас привезли в Ростов, там был пункт, и вот распределяли. И как это получилось, я сразу врач и две медсестры, и нас, значит, разбомбил всю железную дорогу. Он обранен их, лежать на вокзале в Сталинград тогда был, лежать прямо на площадке. После ранения сильно мне, вот, всю спину, руку, вот, здесь я в госпитале медсестрой работала. Поезд, в котором ехали раненые, попал под бомбёжку. Раиса Тихоновна чудом выжила. А тут кричать, всех больных, тяжёлых, в лесополосу, значит, ребята там, эти, санитары подносят. Мы с этого, пока большой, я взялась, больной тут на носилках, и медсестра. И вот, как эта бомба дала, так сразу меня ранила, этого, что несли, убила, медсестру убила. А я осталась. Страшно. Это ужас. Сорок второй и сорок третий. Это ужас, ужас. Сегодня в Лобинске осталось всего 11 женщин, участниц Великой Отечественной войны. Их вклад в победу высоко ценится потомками. Они сохранили мир и в послевоенные годы строили и восстанавливали свою родину. Для Раисы Тихоновны это Лобинск, которому она посвятила всю свою жизнь, родила двух детей, воспитывает троих внуков. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания Лоба.